Тема 859 Площадь автобуса Позору историю одного бездомного человека, который жил во дворе своего дома в кемпере, и никто, даже муниципалитет, не мог его оттуда выселить. Человек, живущий на колесах, может останавливаться и жить где угодно, кроме территории, находящейся в частной собственности. Поэтому нам уже сегодня, пока новый налог на недвижимость не вступил в полную силу, нужно задуматься, какую площадь следует занимать, чтобы потом не было мучительно больно покидать насиженное место, либо сразу пересаживаться на колеса. У американского предпринимателя Адама Цикермана были два фитнес-центра в Нью-Йорке, одном из самых дорогих городов мира, на Манхэттене. Когда у него появились желающие заниматься клиенты из Хамптонса, это тоже Нью-Йорк, но вглубь океана, он понял, что построить там еще один фитнес-центр он не сможет. Земля в этом месте, курортная, еще дороже, чем на Манхэттене. Тогда он решил пойти по пути фастфуда на колесах, которые колесят по городу в поисках клиентов. Он купил автобус, вынес из салона все лишние и оборудовал в нем небольшой фитнес-центр из шести тренажеров. Этот фитнес не стоит в одном месте города, обслуживая только окружающих клиентов, а едет по вызову туда, где клиенты его ждут. Как утверждают СМИ, фитнес на колесах пользуется у клиентов популярностью. Кроме отсутствия платы за аренду, у такого фитнеса еще одно преимущество. Он обслуживает не только Небольшой участок Нью-Йорка, но и всю округу Нью-Йорка в радиусе 100 километров. Схема внизу, ареал обслуживания с сайта фитнеса на колесах А это несколько крупных и множество мелких городов. У такой услуги на колесах есть, конечно, свои недостатки, но посмотрим на них объективно. Затраты на бензин. Но традиционные перевозчики тоже тратят деньги на бензин, при этом имеют прибыль. И в чем между ними особая разница? Если перевозчик зарабатывает на поездке, то фитнес на колесах, на остановке, чем больше стоит, тем больше зарабатывает. Если клиентами автобуса перевозчика могут быть 30-40 человек, то в фитнес-автобус больше 6 человек не поместится. Но цена билета в фитнесе в несколько раз выше, чем в транспортном автобусе. Автобус, как сделанный из железа, долго не живет, то есть нужно постараться побыстрее его окупить. Но зато вас из него никто не выгонит. И никто не будет каждые полгода повышать вам арендную плату. Такому автобусу не обязательно быстро ездить, как автобусу-перевозчику. Поэтому на этой службе послужит и поддержанный экземпляр. И при хорошем ремонте он может послужить не 10, а все 20-30 лет. Если владелец бизнеса захочет его продать, он может искать покупателя не только в своем городе. Потому что ничего не стоит перегнать готовый бизнес на колесах за сотни километров от своего месторасположения. Если у вас не пойдет или вам надоест тренажерный зал на колесах, вы можете вынести из салона все тренажеры, продать их куда-нибудь, и создать какой-нибудь другой бизнес в том же автобусе, чего сейчас только в автобусах не бывает. И вечеринки, и ночные клубы, и кафе, и маникюрные салоны, и бутики, и тот же фастфуд. Судя по тому, что клиенты становятся все избалованнее, им подавай бесплатную и быструю доставку на дом, дешевое и качественное, обслуживание, бизнесы год от года будут становиться все гибче, все мобильнее, кто быстрее доедет до клиента, тот его и получит. Все больше предпринимателей будет пересаживаться на колеса и быть одновременно и недорогой качественной услугой и бесплатной доставкой. Субтитры создавал DimaTorzok